Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые родители! Мы вновь в студии Центра еврейской медицины Бердавид. И сегодня мы поведем разговор не о детях, вернее, не столько о детях, сколько об их родителях. Я думаю, что история, которая выглядит примерно так, что в понедельник у ребенка кружок по рисованию, во вторник мы ведем ребенка в театральную студию, в среду мы его ведем в бассейн, в четверг репетитор по английскому языку и так далее. О, появилось время в субботу, надо его занять в фигурном катании. Поэтому это достаточно известная и широко применяемая методика, которая приводит к очень негативным, печальным последствиям и для детей, и для родителей. Почему мы об этом говорим? Дело в том, что основной тезис и основной такой краеугольный камень работ нашего Центра – это проблемы всей семьи. То есть на протяжении всего существования Центра Бердавид мы говорим о том, что не бывает здоровых детей в нездоровых семьях. То есть тезис «здоровые родители – здоровые дети» – он, в общем-то, является основным для работы нашего Центра и основным для существования здоровой полноценной семьи, где все благополучно. Так вот, многие родители окружают своего ребенка бесконечной опекой в надежде вырастить из него гения, ну или в крайнем случае успешного человека, который добился в своей жизни многого того, что не удалось сделать родителям. В результате родители не только забывают о своей личной жизни и живут интересами ребенка, но и вгоняют себя в состояние постоянного стресса. И вот, находясь в этом стрессе, вместо помощи и вместо улучшения жизни и здоровья ребенка, они ему только вредят. И вот, самое интересное, что многие считают, что это, ну, дань современной жизни, что это вот условия, в которых мы живем, ничего подобного. Эти идеи родились еще в конце XVIII века. И, ну, наверное, вот любители истории, любители вот философских идей прошлого могут вспомнить о существовании такой концепции, автором которой является известный, знаменитый французский философ, писатель Жан-Жак Руссо, который писал, что у мужчин и у женщин абсолютно разная сфера деятельности. А именно, мужчины это публичная деятельность, то есть работа, политика, мужские клубы и так далее. А у женщин это личная, приватная такая сфера деятельности, том, дом, семья, воспитание ребенка. Поэтому женщина не нуждается в образовании, она должна быть вот хранительницей очага, заботливой матерью, отдающей все свои силы на воспитание ребенка. И самое интересное, что за эти века, включая сегодняшний день, восприятие такой роли, она практически не изменилась. То есть, еще даже стало хуже, еще более абсурдный, а именно взгляды того, что женщина, то есть настоящая мать, должна все успеть и хорошо работать, добиваться карьеры, и заниматься воспитанием ребенка, и вырастить из ребенка настоящего человека, гения, или успешно, да еще и при этом заработать на это деньги. Значит, на самом деле, многим педиатрам, социологам, психологам известны эти веяния, эти взгляды. И на самом деле, довольно большое количество специалистов поддерживает такую концепцию развития ребенка. То есть, вот при опросе социологов, самих родителей и специалистов, выясняются интересные вещи. Выясняется, что большое количество матерей, так называемых интенсивных матерей, то есть, матери, которые стремятся реализовать себя в сфере своей деятельности, в сфере воспитания ребенка, они, прежде всего, выполняют роль главных родителей, то есть, глава семьи женщина, вот, соответственно, на ее плечи ложится основная ответственность за воспитание, развитие и благополучие ребенка, а роль отца, ну, становится второстепенной, он, как бы, должен поддерживать мать во всех ее начинаниях. Дальше. Второй момент – это то, что эти матери вкладывают в детей все свои ресурсы, причем не только финансовые, но и время, эмоции, свои знания, и воспринимают детей как беспомощные, нуждающиеся в постоянной защите и в постоянной заботе. И третий момент – они считают, что ребенка нужно постоянно развивать, то есть, вкладывать в его развитие силы, опять же, нагружать учебой, нагружать дополнительными занятиями, то есть, все время ребенка должно быть направлено на его развитие, на его учебу, на его, вот, дополнительные занятия и так далее, и так далее. То есть, с учетом сегодняшней специфики XXI века, мы можем сказать, что вот такие матери, назовем их интенсивные матери, это термин общепринятый уже сегодня, и в психологической литературе, не только зарубежной, но и уже в литературе, издаваемый на русском языке, такой термин правомочен, то есть, интенсивные матери занимаются, ну вот, менеджментом своих детей. Они планируют их жизнь практически до мелочей, от первых шагов до поступления в самый престижный учебное заведение, в выборе их, этим детям, профессии, интересов и так далее. То есть, детство... Ты спутник в жизни? Да, 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 об этом чуть позже. Значит, жизнь такого ребенка, ну, она соответствует олимпийскому лозунгу, быстрее, выше, сильнее. То есть, ребенок должен все успеть, причем не успеть не то, что он хочет, что вот интересно мы об этом поговорим, а то, что выбрала для него мама. И вот, да, матери сами стремятся к повышению своего образовательного уровня. То есть, они читают все подряд, а сегодня это вообще очень легко доступно, потому что есть интернет, есть всевозможные курсы, всевозможные лекции, всевозможных специалистов, причем самое интересное, что мамы никогда не проверяют уровень этих специалистов. Они вот выбирают, они их слушают, и они им подражают, причем убедить такую маму, что вот специалист в кавычках вещает в интернете, ну, извините меня, полную чушь, это невозможно. Вот она считает, что это так, и это ребенку нужно вот обязательно сделать. Причем самое, ну, наверное, печальное в этой ситуации, что такие матери читают не только литературу научно-популярную, что, в общем-то, им доступно и, может быть, понятно, но и специализированную литературу для специалистов практически ничего в этом не понимая, но вот вылавливая, как бы, путь, по которому нужно двигать своего ребенка, как они считают, совершенно не понимая, к чему это приведет, и вот это, по большей части, приводит к очень тяжелым последствиям. Ну и по поводу обучения, по поводу различных методик, это вообще тихий ужас, потому что методики берутся вообще непонятно откуда из воздуха и пропагандируются, и, что самое главное, реализуются для тех или иных детей. И вот здесь очень интересный момент. Родители попадают в зависимость от вот этих так называемых экспертов или так называемых, вот как Дарит сказал термин, умных или слишком умных мам. — Опытных. — Опытных мам, да, в кавычках. — Кому повезло, так сказать. — Да, 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 опытных мам, которые, да, которые совершенно... Вот это мне очень напоминает в прошлом, да, было очень, ну, скажем, модные такие течения, они немножко напоминают течения сектантские такие, да, когда вот секта свои идеи распространяла, и вот как бы, да, из уст в уста передавались вот эти вот идеи, привлекая все больше и большее количество людей. Примерно то же самое мы наблюдаем и сегодня, только вот эти секты, они не пропагандируют, скажем, какие-то религиозные или какие-то вот мистические моменты, а пропагандируют моменты, связанные с путями развития ребенка, с путями... — Здоровый образ. — Да, здоровый образ жизни так называемый, какие-то группы упражнений или группы философских идей, которые, как бы, вот призваны, да, в кавычках, повысить уровень ребенка, вот открыть ему новые пути, дороги и так далее, и так далее. Ну, таких примеров может привести очень много. Это повышение иммунитета, это использование каких-то биологически активных добавок для укрепления здоровья, это использование каких-то физических упражнений или методик, там, скажем, типа какой-то йоги, непонятно откуда взявшейся, или каких-то других комплексов, это какие-то программы развивающие, непонятно откуда взявшиеся и так далее. То есть родители приходят на определенные установки, то есть, ну, грубо говоря, вот скажем, да, я скажу достаточно жестко, может быть, кто-то и обидится, но вот эта тенденция, она своего рода является зомбированием женщины, которая сфокусирована на трех установках. Установка первая – это главная роль женщины – это женщина-мать. Установка вторая – главная родительская задача – это развитие ребенка. И третье – что ребенка нужно развивать практически с самого рождения. И вот это вот, скажем, да, все закладывается под названием, да, уже международным общепринятым интенсивное родительство, и ключевое звено в этом течении – это так называемый детоцентризм. То есть в центре всего существования семьи – это ребенок. И вот здесь все жертвуется на то, чтобы ребенок получил свое развитие. И через какое-то время мы вернемся в студию и продолжим разговор на эту, как я понимаю, очень интересную и неожиданную, наверное, для вас тему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова